Добрый день, Владимир. Какие, на ваш взгляд, позитивные и положительные изменения произошли в здравоохранении нашего региона в 2017 году? Вы знаете, прежде всего, наверное, хотелось бы спросить жителей нашего региона, замечают ли они те изменения, те образования, которые происходят в системе здравоохранения. Потому что, когда спрашивают там руководители или чиновника, то мы понимаем, какие затрачиваются усилия, и, наверное, может быть, наши выводы будут несколько красочнее или живописнее, чем есть на самом деле. Поэтому хочется спросить у пациентов, но мы все-таки и стараемся оценивать, как к этому относятся пациенты. Вы знаете, меняется структура тех обращений, которые к нам идут. Если, скажем, год назад для нас там были больные точки, те же самые детские поликлиники, было очень много жалоб на то, как устроена там логистика. Жалобы имеете в виду как в письменной форме, так и через интернет? Безусловно, да, и на электронную почту, и в письменной форме. И в том числе я могу сказать, что мои знакомые, родственники, в том числе и моя семья, они ходят в детские поликлиники без звонка. Вот, и, безусловно, интересно. И мы, будучи там, скажем, обладая всей полнотой информацией, мы понимали, что в первую очередь нужно реформировать и менять и потоки пациентов, и менять, скажем так, структуру внешней области наших поликлиник. Я могу сказать, что у нас 38 тысяч жителей Кировской области в день проходят через наши поликлиники. Это все взрослые, детские? Да, конечно. Если пересчитать на население Кировской области, то за полтора месяца все население проходит. С учетом того, что у нас многие ходят с родственниками, с сопровождающими, то количество посещающих наше учреждение гораздо больше. И совершенно было объективно, что вот то состояние, в котором находится наша поликлиническая сеть, ну, она, ну, скажем так, вызывает тревожные опасения. И мы срочно уже в конце 2016 года наметили ряд мероприятий, чтобы привести в надлежащее состояние поликлиники не только города Кирова, но и, в общем-то, Кировской области, и делать это единообразно. Мы об этом в 2016 году, когда были с Игорем Владимировичем в Министерстве здравоохранения, обсуждали этот вопрос, в общем-то, в том же самом ключе, что мы сейчас с вами вместе с Вероникой Игоревной Скворцовой. Она тогда сказала, что действительно тогда и Минздрав готовит программу по реформированию сети первичной медико-санитарной помощи. Ну, сейчас всем это известно как проект Бережливая поликлиника. Да, пилотный проект, в котором мы приняли участие. Ну, вы знаете, мне кажется, было совершенно правильно, много сделано. И когда меня спрашивают, а сколько поликлиников вы уже отремонтировали, я даже как-то на миг останавливаюсь и затрудняюсь ответить. Действительно, это, с одной стороны, хорошо, потому что мы говорим о том, что у нас четыре поликлиники в городе Кирове участвовало в проекте, но те, кто преобразовались, их гораздо больше. Последняя поликлиника, которую мы открывали, это была... В районе в каком? Да, это была в районе детская поликлиника в Мутнинске. Вы знаете, следующая поликлиника, которую мы наметили открывать после преобразования, реорганизации, изменения потоков, это поликлиника в Котельниче. Я думаю, это нормальный процесс. Я надеюсь, что это приобретет масштабы такой текущей работы, и все, что сделано, будет поддерживаться в нормальном состоянии. Вы знаете, мало... А какой, простите, период еще? Будет продолжаться эта работа? При образовании? Наша цель, в общем-то, основной объем работы закончить в 2018 году, но безусловно, вы понимаете, нужно всегда поддерживать имущественный комплекс. Это как ремонт дома. Мы постоянно домой покупаем какую-то новую технику, следим за какими-то там преобразованиями. Ну и, в общем-то, это грубо можно сравнить с тем же самым. В поликлинике много времени проводят наш медицинский персонал, поэтому там постоянно идет совершенствование там и улучшение структуры рабочего места. Да, внедряем новые технологии. Вы знаете, в следующем году, и я говорил о том, что мало только отремонтировать, нужно внедрить современные технологии. Мы очень большой прорыв сделали в сторону информатизации, здравоохранения. И, в общем-то, и по этому показателю мы находимся на лидирующих позициях Российской Федерации. Я не побоюсь этого слова. Ну, хотя бы нужно сказать о том, что конечным итогом всего, что у нас везде установлена информационная система, служит то, что мы сейчас производим выгрузку реестров счетов. Ну, что-то такое. То есть всю медицинскую помощь мы будем подавать на оплату с помощью выгружать из той информационной системы. О чем это говорит? Ну, что абсолютно все, все необходимые разделы, все приемы, все поля, которые раньше заполнялись в бумажном варианте, они заполняются в информационной системе. Это убыстряет процедуру в конечном счете? Вы знаете, что мы получаем в конечном итоге? Нет, я хотел не это сказать. Я хотел сказать, что мы настолько глубоко внедрили информационную систему, что она позволяет уже выгружать счета. То есть выгрузка счетов не сама цель, безусловно. Это как следствие того, что мы полностью ведем все в электронном варианте и распечатываем. Безусловно, вы совершенно правильно спросили, что это дает. Прежде чем внедряешь какую-то информационную технологию, или заставляешь пользоваться каким-то новым девайсом, нужно понимать, хорошо это или плохо, удобно это или нет. На мой взгляд, те мероприятия, которые мы сделали, например, льготное лекарственное обеспечение. Все лекарственные рецепты выписываются сейчас только в медицинской информационной системе, где происходит учет медикаментов. И я думаю, что, да не думаю, это здорово, потому что доктора не только в городе, но и в районах области, они реально, в реальном времени видят остатки медикаментов по федеральной, по региональной льготе, по лекарственному страхованию на разных аптечных пунктах и могут выписать. Здесь, естественно, мы еще не до конца эту систему, ну, скажем так, доработали, потому что хочется, чтобы если лекарственного препарата нет в каком-то аптечном пункте, близко расположенном к месту приема, скажем, пациента, этот пациент не ехал в дальний аптечный пункт, и лекарственный препарат приходил сам. Здесь есть разные вопросы бухгалтерского учета и доставки медикаментов, но они все решаемые. — Хочу с точки зрения пациента спросить, я знаю, что есть некие претензии к тому, что программное обеспечение иногда дает сбои, и приходится пациентам ждать дольше, чем обычно. Здесь тоже будет совершенствоваться эта система? — Вы знаете, совершенно я с вами согласен. Программное обеспечение, оно было не идеально. Оно было приобретено во время тогда, когда проходила масштабная программа модернизации здравоохранения. Но именно в тот момент мы заложили ту основу, благодаря которой мы можем сейчас что-то дорабатывать. Я могу сказать, что сильный прорыв в плане доработки программного обеспечения произошел тогда, когда мы вступили в проект Бережливой поликлиники и с моего выступления на коллегии Министерства здравоохранения. Именно тогда нас услышали разработчики программного обеспечения, потому что да, программа по каким-то действиям работала медленно, не выгружались реестры счетов, какие-то, на наш взгляд, объективные изменения, которые надо было делать с этой программой, они не происходили, потому что есть разработчик, который в этом либо заинтересован, либо нет. При участии Министерства здравоохранения Российской Федерации, федерального фонда, вы знаете, он уже продал программный продукт. Он продал неограниченную лицензию и право пользования и осуществлял свое сопровождение, программа работала. Я хочу сказать о том, что мы, даже опережая некоторые изменения нормативно-правовой базы, начали взаимодействовать с разработчиком, и вы знаете, они очень хорошо откликнулись. И за последние, ну, скажем так, полгода произошла значительная доработка программного обеспечения. Некоторые процессы стали намного происходить быстрее, появились новые возможности программы. Программа перестала, как вы говорите, виснуть. Ну, этот процесс, он не закончен. То есть мы постоянно там смотрим на программу и считаем, что вот так вот лучше, где-то выявляются какие-то там проблемы. Планы на следующий год, наверное, стоит о них сейчас говорить. Вы знаете, что у нас внесены поправки в 323-й федеральный закон, который позволяет, федеральный закон 242, который позволяет проводить дистанционные консультации. Ну, так скажем, если это человек либо маломобильной группы населения, либо житель Кировской области, обладающий, ну, там, скажем, активный пользователь современными технологиями, девайсами, наверное, ему удобнее в некоторых ситуациях не приходить на контрольную явку, да, следовать рекомендациями, проконсультироваться с доктором, ну, может быть, в режиме онлайн. Такая возможность появится со следующего года, но здесь мы вышли с предложением, и я выступал на национальной медицинской палате не так давно, которая у нас проходила в Сокольниках в течение, там, трех дней, что, безусловно, это большая ответственность, прежде всего, для доктора, консультировать пациента дистанционно, потому что доктору в этот момент нужно обладать всей объективной информацией. Безусловно, это не только сбор жалоб, но это объективное состояние пациента, это измерение каких-то там показателей, которые вот для этого клинического состояния очень важны для оценки ситуации. Видимо, ограниченное число случаев. Я сейчас потихонечку перейду, да, это неотъемлемое, это должно быть некий там регламент принятия, скажем так, решений, если ситуация на взгляд доктора, ну, скажем так, ухудшается. Это ведь не только взять и обеспечить, научить пациента пользоваться девайсом, да, и обеспечить учреждение девайсами. Мы это уже сделали. Мы открыли в бережливых поликлиниках, назовем так эти интерактивные комнаты. Мы приобрели первый набор вот этих вот планшетов, установили на него программные обеспечения. Мы проводим обучение сейчас, назовем так, маломобильный групп населения. Мы обучаем социальных работников, потому что они чаще других общаются, которые приходят на дом и общаются с инвалидами. Вот, но я начал рассказывать про национальную медицинскую палату. Мы обратились к Минздраву с предложением разработать порядок оказания дистанционных консультаций, потому что учреждение, которое начинает дистанционно консультировать, оно берет большую ответственность на себя, оно обязано этих пациентов на время законченного случая, то есть на время обострения заболевания хронического или острого заболевания, обеспечить его средствами мониторинга современными. Это вопрос. Это такая пока еще предстоит нам дискуссия. Я могу сказать, что мы пока не буду раскрывать все тайны. Предполагается, что мы будем в перечне пилотных регионов, которые, в общем-то, и будут обсуждать эти системы дистанционного мониторинга за состоянием определенной группы хронических больных. Это очень интересно, потому что, вот вы говорите, хорошо ли это, плохо. Если не подготовиться и перейти на дистанционные консультации, да, просто онлайн, это плохо. Это, на мой взгляд, я даже скажу безответственно, поэтому к этому нужно подойти взвешенно, нужно понять, кого можно консультировать. Только после установки первичного диагноза, говорит федеральный закон. Дальше, какими средствами для дистанционного мониторинга должен быть оснащен пациент безвозмездно на время лечения, да, и порядок действия в каждой конкретной ситуации, все это должно быть прописано в нормативно правом акте, порядке оказания медицинской помощи, который должен быть утвержден приказом Медздрава. Как вы понимаете, что любая переоценка, скажем так, или недооценка клинического состояния во время дистанционной консультации, она будет приравнена к, в общем-то, плохому осмотру. Ошибки. И врачебные ошибки, которые сейчас принято, к сожалению, говорить, но, так или иначе, это большая ответственность. Поэтому в следующем году мы к этому подойдем взвешенно, сейчас мы, ну, скажем так, проводим эти мероприятия в тестовом режиме параллельно с сочными консультациями для того, чтобы понять, о чем нам надо еще, в общем-то, подумать. Вот это тот большой раздел, который параллельно с бережливыми поликлиниками, да, мы внедряли дистанционные технологии. Вы знаете, большие преобразования прошли и в стационарах. У нас, если ряд стационаров выглядел, в общем-то, неплохо, то у нас был больничный городок в центре города, вы знаете, там большая была дискуссия. Кировская областная имеете в виду? Больничный городок, это... Ой, простите. Да, все уже забыли, как он выглядит. Я просто живу рядом с Кировской областной, когда у меня все на виду. Да, я думаю, что она тоже выглядит вполне симпатично, да, даже приятно на нее посмотреть. Вы знаете, я каждый вечер, когда там занимаюсь физкультурой, я смотрю в окно, напротив ее глаз радуется. Вы знаете, это должна быть не эксклюзивная история, это должна быть обычная история, так должно выглядеть не только учреждение здравоохранения или учреждение социальной сферы, наверное, каждый житель Кировской области, там предприниматель, собственники жилья, они должны, на мой взгляд, понимать, что это наш дом. Либо мы его переведем в порядок, но никто за нас этого не сделает. Вот если говорить про вот тот больничный городок, который был на углу улиц Московской, Октябрьского проспекта, вы знаете, это были ветхи в аварийном состоянии находящиеся деревянные здания. Кожевин диспансера, наркодиспансера, поликлиника психиатрического диспансера, мы их перевели. Кардиодиспансер? Ну, безусловно, да. Вот сейчас там, благодаря уже совместным усилиям, там находится такая зона отдыха, площадка. Там это приятно, приятно посмотреть. Здание переехали в новое благоустроенное, там в том числе и у нас путем преобразования эндокринологический диспансер сейчас в центре города. Кожевин диспансер, он на окраине города, в хорошем кирпичном приспособленном здании, которое мы доведем до конца. Появился городской перинатальный центр. Да, вы знаете, можно много перечислять. На базе северной больницы? Да. Сделано, наверное, много, но сделано недостаточно. Я вот всегда проповедую такую мысль, что если ты считаешь, что все хорошо, отойди, не мешай. А вот, кстати, вы лично, если будет медицина развиваться и ремонт, в том числе, вот такими темпами, как сейчас, когда вы личное такое удовлетворение получите, поймите. Ну вот здорово. Никогда. Никогда. То есть процесс бесконечный. Безусловно. Совершенствованный. Ну, вы знаете, всегда есть что улучшать. Безусловно, как показывает жизнь, если ты сделал что-то одно, нужно быстро посмотреть и понять, где следующая там самая больная точка, которую нужно решать. Ну, хорошо, открыли мы бережливые поликлиники. Ну, а сколько поликлиник в районах? У нас есть проблемы с фельдшерско-акушерскими пунктами. Мы в этом году несколько, исходя из наших возможностей, там открыли, вот готовимся к открытию ФАПа в Котельническом районе. У нас в следующем году на очереди открытие там из таких же модулей больницы в Лальске. Да. Это такой бесконечный процесс. Знаете, мы хоть и запустили санитарную авиацию, построили много взлетных площадок и у нас эвакуированы, я уже могу сказать, что, наверное, под, не побоюсь этого, там 450 пациентов, потому что я примерно знаю, сколько там ежедневно происходит. Это, безусловно, много спасенных жизней, но нельзя останавливаться. Этот проект, как минимум, нужно продолжать, нужно находить источники финансирования, нужно работать с добросовестными исполнителями. Это постоянный такой процесс, в общем-то, это наша работа. Поэтому, опять же, еще раз отвечая на вопрос, когда можно успокоиться, наверное, никогда нельзя успокоиться. Вот касается, что санитарная авиация, как раз-таки третья площадка была открыта не так давно, рядом с онкодиспансером нашим и со станцией скорой помощи. В следующем году уже известно, сколько нам выделят на развитие санавиации? Да, безусловно, эта цифра уже известна. Я могу сказать, предварительное распределение. Мы эти цифры видели, и Кировская область в этом распределении обладает, ну, одной из самых больших сумм на развитие санитарной авиации. Я не знаю такой статистики, но мы организовали достаточно много вертолетных площадок, и две из них вообще на территории больниц, да, мы влетаем в операционные, это вертолетная площадка Центра травматологии. Ну, еще раз, она работает не только на Центр травматологии, это на детскую областную больницу, на перинатальный центр, ну, и более 90 операций на сердце, это тех пациентов, которые приземлились на территории областной больницы. И вы знаете, это не только пациенты в возрасте. Я, к сожалению, обнаружил, что среди пациентов, когда мы общались в областной больнице, есть и у моего возраста пациенты страдающие, там, костросердечные, сосудистые патологии. Планы на следующий год по санитарной авиации, безусловно, ее продолжать. Вот, у нас есть разные, и не только, ну, течение, скажем так, на федеральном уровне вертолета России, которая, в общем, занимается, вы знаете, недавно приезжали сюда, Дмитрий Владимирович, советник, директор вертолета России, о том, что надо продолжать, и речь идет о выборе федерального оператора, ну, возможно, они решают вопрос, а как можно разрушить, ну, скажем так, слово разрушить подобрал, как можно стереть границы при необходимости эвакуации пациента из региона в регион. Об этом тоже стоит думать. Вот, и если говорить о том, а какие планы у нас дополнительные по строительству вертолетных площадок, вы знаете, у нас есть одна, очень крупная, и, на мой взгляд, не совсем, мы еще полностью используем ресурсы этого учреждения, оно у нас, ну, как это правильно сказать, не поднимаем из руин, ну, наверное, иногда и хочется применить такое словосочетание «Северная городская клиническая больница». Это больница вторая по мощности в нашем регионе. Это мощный хирургический стационар, это учреждение, в структуре которой находится городской перинатальный центр. Сейчас там, она и внешне преобразовалась, сейчас там происходит внутри достаточно значимое изменение, и наряду с тем, что там организован городской перинатальный центр, там организуется отдельный хирургический корпус. Полностью хирургическое отделение переезжает в другое здание, там отделение реанимации, операционные. Мы планируем дополнительно на Северную городскую клиническую больницу скорой помощи, еще и другие, скажем, компетенции, может быть дополнительно таракальной хирургии. И тогда, когда, в общем-то, мы, ну, скажем так, усилим эту клинику, возникнет необходимость в том числе и там открыть вертолетную площадку. Она занимает большую площадь, там вы хорошо знаете, да? Требования, да, определенные. Вот как-то так. А это правда, что есть шанс, что еще один современный вертолет для санавиации может появиться? Вы знаете, это неправда, это реальность. Реальность. Да, знаете почему? Потому что, я видел ваше выражение лица, когда сказал что-нибудь. Да, это реальность, потому что у нас есть правило предоставления услуги санитарной авиации. И это должен быть не один вертолет, это должно быть два вертолета, а с 2000, с июля 2018 года это два вертолета, выпущенные не позднее 2014 года. Поэтому мы проводили переговоры с вертолетами России, и здесь речь идет по выделению вертолета на регион. Да и у нас достигнута договоренность о том, что под Кировскую область, независимо от того, кто будет оказывать услуги здесь по итогам конкурсных процедур, такая машина будет предоставлена. Да, и это машина, которая оснащена и медицинским модулем, в том числе это наркозно-дыхательный аппарат, это следящая аппаратура, это то, что помогает в воздухе проводить мероприятия по реанимации. Вы знаете, когда, вот я помню там свои ощущения и окружающие, когда первый раз прилетел вертолет на площадку Центра травматологии, вы знаете, у некоторых хирургов, анестезиологов, докторов, ну, скажем так, они не сдерживали эмоции, многие давно это... Восторг? Восторг, не только восторг, как у нас говорят, а на болейшем, поэтому это большое значимое событие, и у нас вот как раз мероприятие по развитию санитарной авиации, это то, что, во-первых, необходимо для нашего региона, и то, что очень позитивно воспринимается в районах нашей области, безусловно, но это уже второе, вот, и мы будем продолжать. Второй вертолет появится, сейчас три вертолета летают, это МИД-2, МИД-2 и одинансад, но дело в том, что пока, я так понимаю, что мощности там завода, они достаточно ограничены, какие-то регионы берут вертолет МИ-8, но МИ-8 у нас слишком большой вертолет. Ну, а ансады недалеко от нас производятся, собственно, это в Татарстане, да? Что касается привлечения пациентов из других регионов, тут планы тоже уже озвучены, губернатор произносил эти цифры, порядка 13 тысяч пациентов в следующем году. Да, хочется начать с того, что вот многие говорят, а что такое медицинский туризм? Вы знаете, мы когда начали очень аккуратно произносить, вот эти слова много раз и озвучивал губернатор, и когда я не так давно ездил... А кто автор вообще этого словосочетания? Откуда появилось это выражение? Как вы думаете? Ну, мы. Мы. Религиально. Да, мы. Поэтому я слышал вот это словосочетание других регионов, когда недавно ездил там в соседнюю республику, Татарстан, и коллеги обсуждали, как у них будет развиваться медицинский туризм. Ну, безусловно, слово медицинский туризм, оно неоднозначное, да, потому что, ну, путешествовать путешествовать за оказанием медицинской помощи, наверное, не всегда правильно, но оно такое словосочетание прижившееся. Что касается нашего... Смотря на то, как к этому относится, да. Что касается нашего региона, мы в этом году уже планируем привлечь порядка 650 миллионов рублей. Да, если говорить, о сколько это пациентов, то, ну, ежедневно, ежемесячно... Я только... Я не буду называть все виды помощи, а за оказанием медицинской помощи в условиях стационара, от дневного стационара порядка 600 человек. То есть, я думаю, что под 7 тысяч это кто к нам едет только на стационар, я уж так прошу прощения, да. А все остальные, это и в поликлинике, ну, и так далее. И это не такое маленькое количество, безусловно. Нельзя развивать все компетенции. Говорить о том, что мы будем пациентов привлекать на все профили, это невозможно. Ну, Центр травматологии, ортопедии, нейрохирургии порядка 500 пациентов. Это флагман такой. Ежемесячно, да, и здесь мы отработали не только, скажем так, работу с пациентами и порядок работы с другими территориальными фондами. Межтерриториальные расчеты обкатали, если хотите, даже и не единичный случай. Мы были в судах с другими регионами по вопросу и порядку возмещения средств. Но сейчас все гладко, в общем-то, и эта ситуация, она достаточно для нас там рабочая. А мы сейчас привлекаем другие клиники. Вот мы говорили об областной больнице, как она выглядит, да. Вы знаете, если больница внешне непривлекательна и неуспешна, наверное, можно просто не говорить про медицинский туризм. Я смело сейчас хочу сказать, что в областной клинической больнице есть классные специалисты-нейрохирурги. Нейрохирурги, которые оперируют на позвоночнике, в том числе. Это те люди, которые, ну, наверное, занимают одни из самых ведущих позиций в стране. И они должны стать локомотивами областной больницы. У нас прекрасные сосудистые хирурги в областной больнице. Вот у нас в областной больнице достаточно мощно развита урология. Если хотите, сердечно-сосудистая хирургия. То есть мы несколько профилей областной больницы должны стать на первом этапе локомотивами и развития как центра медицинского туризма. У нас эндокринологический центр, горбольница номер 7, привлекает пациентов из других регионов на установку инсулиновых помп. И вы знаете, вот везде по одному, может быть, профилю, да, они могут работать лучше, чем в других регионах. Они могут быть доступнее. Медицинский персонал может быть приветливее, да, пациентам может быть удобнее приехать сюда, сесть на самолет, на поезд, и дешевле, чем, и быстрее, чем помощь в других регионах. Поэтому здесь вопросы, скажем так, и маркетинга, это сопровождение пациента с момента его первого звонка до выписки и, скажем так, его пожелания выздоровления, когда он садится на поезд. Поэтому даже пациентов встречают, пациентов сопровождают на поезд, на самолет и так далее. Это тоже нормальная история для нас. Какие методики, какие методы продвижения? Я бы, знаете, еще хотел, перебиваясь, про медицинский туризм. Здесь есть еще очень важная составляющая. Я сказал только сухие цифры, там, привлечение средств в систему ОМС, но каждый приезжает сопровождающим. Они живут здесь сопровождающие, они покупают продукты, они гуляют по городу, они потом сюда возвращаются. И вы знаете, по нашей оценке экономический эффект, то есть если мы привлекаем в этом году 650 миллионов рублей в систему ОМС, то еще мы сейчас ведем расчеты, и я буду докладывать на правительстве об этом экономическом эффекте, до миллиарда рублей в целом экономический эффект. А то, что потом к нам возвращаются, там, эти пациенты, они рассказывают о том, что Кировская область становится узнаваемой, да, это уже совсем другое. Поэтому, вы знаете, это такой, на мой взгляд, очень правильная история. Вот если спросить любого обывателя, а что вы ассоциируете с медицинским туризмом? Некоторые назовут там Израиль. Кто-то скажет Германия. Там, конечно, классные специалисты работают. Но по многим направлениям мы не хуже. Но если вот ты общаешься с каким-то человеком, попавшим в сложную ситуацию, да, серьезное, тяжелое заболевание, и первая мысль, куда надо ехать? Надо ехать там в Германию или в Израиль. Хотя по некоторым, по многим, я бы даже сказал, там, клиническим ситуациям здесь специалисты очень высокого уровня, да, и как минимум способны принять решение там быстрее и даже качественнее. Но так или иначе, вот это тоже называется медицинский туризм. И там в клиниках Израиля и Германии созданы целые отделы, которые занимаются медицинским туризмом. А это уже бизнес. Здравоохранение не должно превращаться в бизнес. Но вот в разумных рамках, за счет средств обязательных медицинского страхования, мы чем отличаемся от других стран? Мы говорим о том, что это должно быть бесплатно. Пациенты к нам приезжают за счет средств ОМС, имея только полис. Они ни за что дополнительно не платят. Все остальное они приезжают и инвестируют в наш регион. В сферу там услуг, живут в гостиницах, питаются, ну и так далее. Дмитрий Александрович, а для наших кировских пациентов тут в чем выгода привлечения пациентов из других регионов? Это очень хороший вопрос, потому что зачастую говорят, а зачем вы приглашаете иногородних, у нас и так очереди. Вы знаете, во-первых, мы за счет иногородних пациентов мы привлекаем средства и расходуем их на развитие собственных учреждений здравоохранения. Это и приобретение нового оборудования, это и дополнительная заработная плата персоналу, это дополнительные мощности, это дополнительные доктора, это возможность ездить в другие регионы и обучаться. Мы в целом повышаем их компетенцию и благосостояние, улучшаем материально-техническую базу. Поэтому пациенты из Кировской области, ну, только выигрывают. Они находятся, ну, скажем так, в том очаге, куда стремятся пациенты из других регионов. Они, то есть мы ни у дел, ни останемся. Наоборот, мы только приобретем. Вы знаете, опять же, простой пример Центра травматологии ортопедии и нейрохирургии, когда мы начинали этим заниматься, все говорили, как вы провернете несколько цифр. В 2009 году Центра травматологии выписывало в месяц 560 пациентов, 600, всего кировских. Сейчас это полторы тысячи, из них иногородних 500. Вот кто-то бы мне сказал эти цифры в 2009 году. Да, я бы не поверил. То есть раньше мы заместили фактически только иногородних пациентов, тот объем, который раньше был только местными. Ну и спросите, кто из наших жителей, кому отказали. Я думаю, что они в полной мере могут теперь, ну, скажем, ощутить все эти передовые технологии, которые в конкретном учреждении внедрены, ну, в том числе для них. Как мы собираемся, используя такой термин, продвигать себя за пределами области в этом отношении? То есть как приглашать? Понятно, что это качественная работа в первую очередь, да, чтобы люди, получив медицинскую помощь у нас здесь, приезжали на родину, рассказывали, хвалили. Вы знаете, есть, говорят, такие законы маркетинга, мне довелось как бы этому учиться. Если есть один недовольный пациент, то он расскажет об этом 40 пациентам. Если есть один довольный пациент, то он об этом расскажет как минимум 8. Безусловно, это затраты на рекламу, на средствах массовой информации, на радио, в газетах, на телевидении, рекламные ролики. С сайта, интернет-сайта, учреждения. Это работает. Но вы знаете, я могу сказать, что, исходя уже, собственно, опыта, это не работает так, как реклама из уст пуста. Поэтому пациенты рассказывают другим о том, стоит ли или не стоит ехать в наш регион и получать медицинскую помощь. Вы знаете еще, как выигрывают наши пациенты? Общаясь с пациентами из других регионов, мы же учимся постоянно. Доктора понимают, что здесь работают законы маркетинга, и многие, а теперь уже это становится нормой, они общаются сдержаннее, они, скажем так, пропагандируют идеологию привлечения пациентов. То есть если ты с ним плохо или грубо поговорил, к тебе и иногородний пациент больше не приедет. А сейчас это нормальная практика, вежливого, спокойного общения с пациентом. То есть то же самое для жителей нашего региона. Давайте еще поговорим о развитии в плане медицинского персонала. Безусловно, можно сделать, внедрить любые там проекты и начинания, когда с нами работают подготовленные кадры, в том числе руководители учреждений. Мы начинаем вот в декабре масштабный, скажем так, первый проект по подготовке молодых руководителей. Мы вместе с нашим медицинским университетом на его базе планируем организовать такой месячный цикл обучения молодых специалистов, ну, в общем-то, готовить будущих руководителей, что он будет в себя включать. Меренджер в медицине. Да, это курс лекций, который прочитают и специалисты Министерства здравоохранения, территориального фонда. И, скажем, пока не буду открывать секреты другие там руководители нашего региона, которые, в общем-то, по итогам даст возможность нам после собеседования, наверное, там, сформировать некий кадровый резерв руководителей, которые мы будем, в общем-то, использовать и приглашать на работы в наше учреждение здравоохранения. Записалось на участие в этой программе больше 90 человек. То есть изначально было подано у нас порядка 110 заявлений, но они были поданы немножко там не по форме, поэтому после такого первичного анализа осталось у нас около 90 участников этой программы, и я думаю, что около половины из них, как минимум, войдут в первую волну. То есть мы всех не отсеем, а мы составим там обучающихся в первой волне и во второй волне. И я считаю, там это очень важно. У нас, как мы видим, большое желание стать руководителями учреждений здравоохранения, но во время этого цикла мы хотим сказать, что это, во-первых, очень ответственно. Впереди мало обладать желанием, нужно еще обладать и навыками. В общем-то, мы попытаемся, не попытаемся, мы за короткий такой промежуток времени в месяц прочитаем лекции и, в общем-то, проведем по итогам анкетирования, опрос и сформироваем кадровый резерв. На этом завершается время нашей беседы. Дмитрий Курдюмов, заместитель председателя правительства Кировской области. Всего доброго, успехов. Спасибо. Всего доброго.